Лечение болезни сердца. Никакого отношения к детям рыбий жир не имеет. Что же за это, за уникальное создание природы? И сколько нам с вами нужно рыбьего жира? Сегодня мы хотим об этом рассказать. Ну а пока давайте вернемся в далекое прошлое, потому что многим из нас рыбий жир давали из ложечки. Это кадры хроники. В России малышам дают рыбий жир, чтобы они росли большими и крепкими. Прошло полвека, и оказалось, что в странах с холодными морями и жирной рыбой люди реже болеют инфарктом. У них здоровые суставы и меньше психических расстройств. А это наше время. В США рыбий жир продают повсюду как особое средство для взрослых. Серьезные исследования показали, ежедневное употребление рыбьего жира взрослыми людьми спасает их от болезней. Рыбий жир защищает сердце, мозг, улучшает зрение. Факты были настолько серьезны, что в США рыбий жир зарегистрирован как лекарство. Он назван новым средством от старости. Ну что, друзья, прежде всего представлю вам нашего эксперта. Это очень известный доктор Наталья Владимировна Перова. Она работает в Институте профилактической медицины, профессор и доктор медицинских наук. Итак, рыбий жир. Наталья Владимировна, Но прежде чем вы начнете нам что-то рассказывать про рыбий жир, я, конечно, как всегда, хочу пригласить к нам сюда наших гостей, гостей программы «Здоровье». Проходите, те, кто хочет жить долго и счастливо. Как вас зовут? Наташа. Наташа. Наташенька, вам что-нибудь про рыбий жир известно? Насколько я помню, про рыбий жир в детстве, в детском саду нам давали вот просто вот так чайную ложку. Хорошие воспоминания или плохие? Ой, не очень, знаете, неприятно. Почему-то вот мне было неприятно. Вы знаете, я на самом деле хочу вам дать рыбий жир. Неприятных воспоминаний детства не будет. Держите капсулу. Вот стаканчик воды. Выпивайте рыбий жир. А мы начнем разбираться с тем, что же рыбий жир делает. Итак, первое, что известно, что рыбий жир лечит воспаление суставов. Вот у нас воспаленный сустав. Вот красное воспаление, друзья. Вы выпили рыбий жир. И я хочу, чтобы это воспаление вы просто стерли. Стирайте. Наталья Владимировна, вам слово. Что делает рыбий жир? Рыбий жир содержит жирные кислоты особенные. Их называют омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. И вот из них в организме образуются биологически активные вещества, которые действуют на воспаление, где бы оно ни было. Особые вещества, которые есть в рыбьем жире, уменьшают воспаление и сохраняют суставы здоровыми. А если суставы болели, то боль уменьшится. Что еще делают эти великие омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в рыбьем жире? У нас вот тут два мозга. Как вы считаете, какой здоровый, какой больной? Ну, левый здоровый, естественно. А правый больной? А правый какой-то больной. Потому что он засох. Абсолютно верным. Так именно выглядит мозг у человека со старческим слабоумием, с болезнью Альцгеймера. Так вот, второе действие рыбьего жира было доказано на мозг. А я хочу еще дать одну капсулку. Спасибо. Вы от нас уйдете здоровы. Пейте, пожалуйста. Итак, в чем действие рыбьего жира омега-3 жирных кислот на мозг? Не сами омега-3 действуют на мозг, а те биологически активные вещества, которые из них образуются, и они являются универсальными регуляторами, в том числе и нейрорегуляторами, то есть регуляторами функции нервной системы. Вот я бы поставила на этот здоровый мозг просто колбу с рыбьим жиром. Почему? Что доказано? Доказано, что рыбий жир предупреждает развитие старческого слабоумия болезни Альцгеймера. Это первое. И второе. Он вырабатывает особый нейромедиатор серотонин. Это гормон хорошего настроения. То есть, если вы пьете рыбий жир, это дешево, сердито и несложно, то у вас ровное и хорошее настроение. Сейчас мы видим, как кровеносный сосуд подходит к нервной клетке. В нем частички рыбьего жира. Они способствуют выделению из нервных клеток гормона радости серотонина. В результате у человека улучшается настроение. Ну и, конечно, поскольку мы с Натальей Владимировной все-таки кардиологи, конечно, то, что сегодня доказано, ну просто на тысячу процентах, в огромных исследованиях по всему миру, это потрясающее действие рыбьего жира, омега-3 жирных кислот на сердце. Так что отправляемся к нашему сердцу. Ну что, друзья, вот оно, сердце человека, увеличенное во много раз. Рядом с ним стоит Наташа. Как вы думаете, что хорошего рыбьего жира может быть? Всем добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если хорошо слышно, пожалуйста, поставьте плюсики в чате. Девочки, меня хорошо слышно? Если не слышно, так, хорошо, хорошо слышно. Слайды видны? Тиховато, да? Хорошо, я постараюсь погромче. Всем еще раз добрый вечер. Сегодня с вами Ирина Филиппович. И сегодня я немножечко вам напомню, поговорим немножко о том, насколько важно в наш рацион добавлять омега-3. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы после сегодняшней нашей встречи все хорошо разделяли два понятия омега-3 и рыбий жир, потому что очень часто это вот как бы уже слилось воедино. И вы знаете, я сегодня зашла в аптеку специально и спрашивала у провизора, мне надо омега-3. И вот первое, что мне предложили, мне предложили рыбий жир. Это провизор, человек, который, на мой взгляд, должен в первую очередь два понятия эти очень хорошо разделять. Почему я это делала, я немножечко попозже вам расскажу. Ну, сегодня я смотрю, у нас новые люди на нашей встрече. У нас уже серия wellness-вебинаров. Вот, как бы продолжаем прошлую тему. Сегодняшняя тема омега-3. Важно-неважно, и зачем ее нам добавлять в наш рацион. Ну, конечно же, wellness, в первую очередь, почему мы об этом говорим, потому что это продукты, это продукты здорового питания, которые влияют на наше здоровье. Вот такой вот слайд, напомню, то, что здоровья в аптеке не купишь. К сожалению, таблетками мы можем снять симптом. А для того, чтобы меньше этих симптомов было и меньше мы обращались в аптеку, от чего это зависит? Если вы помните, вот, мы уже об этом говорили, что по данным ВОЗ на наше здоровье влияет и экология, и генетические наследственные различные заболевания, уровень медицины, конечно, влияет, но больше всего, больше процент вот этих всех факторов на наше здоровье влияет наш образ жизни. То есть, то, как мы питаемся, то, как мы отдыхаем, то, как мы думаем, вот это все и есть наш образ жизни. Кратенько на этом остановлюсь. Вот образ мышления. Вы знаете, мне очень нравится выступление Стив Стэна, это вот практикующий кардиохирург из Швеции, который создавал и разрабатывал вот серию наших продуктов wellness. Так вот, он говорит по поводу, вот, насколько наше настроение, наше мышление влияет на наше здоровье. Он говорил, что люди где-то на 80% угнетают себя теми проблемами, которые на самом деле, ну, не стоит на это, ну, может, стоит на это обращать внимание, но не стоит настолько вот себя накручивать и откладывать это вот близко к сердцу, скажем, принимать. То есть, по большей части те проблемы, которые мы думаем, что они у нас есть, они, скорее всего, у нас надуманы. Поэтому, конечно, надо больше общаться с приятными, позитивными людьми, больше смотреть, если уже любим посмотреть телевизор, то это какие-то интересные, развлекательные больше программы, познавательные программы. Ну, меньше нагружать себя вот различной негативной информацией, потому что это в первую очередь наше здоровье. А когда крепкое здоровье, когда все хорошо, тогда и созидается, тогда и хочется, и мечтается, и делается, и есть энергия и желание что-то творить и к чему-то стремиться. Вот. Ну и, конечно же, движение очень важно. Об этом останавливаться сегодня не будем. Ну вот, питание – это тот фактор, который очень сильно влияет на наше здоровье и отражается на нашем здоровье. Такой еще вот слайд. Да, мы у нас, ну, как бы, больше может быть понятен мужчинам, да, когда приобретаем автомобиль, то вместо бензина воду не заливаем, правда? Или там то, что под руку попадется. И каждый водитель понимает, что если зальет туда неправильное топливо, то машина просто не поедет. Так вот, человеческий организм – это та же биологическая машина, которая требует того же топлива для того, чтобы жить, для того, чтобы были силы, энергия, для того, чтобы наши клеточки обновлялись, то ежедневно мы принимаем пищу, это тот же стройматериал, для того, чтобы правильно обновлялись наши клетки в нашем организме, а они обновляются ежедневно, и обновлялись правильно и были здоровыми. Так вот, для того, чтобы наши клеточки обновлялись, нам надо различные макро- и микронутриенты. Вот насколько они качественные, вот настолько, конечно же, и будет зависеть наше здоровье, ну и, конечно же, долголетие. Сегодня, конечно, мы больше остановимся на таких, на таком важном микроэлементе, как незаменимые жирные кислоты. Но прежде чем об этом говорить, вот я говорила, что мне очень нравится смотреть и слушать выступление Стихстена, сейчас вы его видите на слайдах. Это шведский ученый, который возглавляет команду по созданию продуктов здорового питания, ну, скажем, для компании Reflame. Скажем, это не сотрудник компании Reflame, это шведский ученый, практикующий кардиохирург, и за его плечами уже многолетняя практика, и он создал много различных таких изобретений, которые применяются во всем мире. И вот видите на этом слайде, это коктейли, но команда, вот которые, те продукты, которые у нас есть, это продукты, вы знаете, здорового питания, все это создается в центре Игиллеса, и к этим продуктам непосредственно Стихстен принимал в этом участие. Так вот, на слайде вы видите наши коктейли, коктейли Natural Balance, это уникальные сухие смеси, за которые Стихстен был номинирован на Нобелевскую премию. Скажем, это не впервые созданы такие сухие смеси, сухие смеси уже давно применялись и, скажем, и в детском питании, и есть сухие смеси, которые применяют спортсмены, но вот наши коктейли, они имеют уникальные особенности, о которых мы поговорим в следующий раз. Ну, не в следующий раз, но поговорим при следующей встрече. Очень рекомендую почитать вот такую книгу, ее можно заказать у нас, это книга Стихстена, где он пишет о семи секретах долголетия. Она читается очень быстро, очень интересная, всем рекомендую. На что еще хотелось бы обратить внимание, это то, что наша продукция, продукты Wellness, о котором сегодня будем говорить, о мега для взрослых, для детей, все эти продукты Wellness, они у нас сертифицированы по стандартам тех стран, в которых работает компания Reflame, здесь официальное представительство, вот я смотрю, что у нас сегодня есть девочки с России, Украины. Так вот, продукты Wellness, они сертифицированы по стандартам и Украины, и России. На что хочется обратить внимание, то, что... Сейчас одну минуточку. Обратите внимание, есть такой вот значок, это знак GMP. Это стандарт качества, и это стандарт качества фармацевтических компаний. Так вот, продукция Wellness от Reflame, она создается по этому стандарту. Вот недавно ко мне приходила девочка, она работает провизором в аптеке, и когда у нас шли витамины с хорошей скидочкой, я говорю, вот, обрати внимание, сейчас витамины, хорошая скидка. И, кстати, ты знаешь, что наши витамины, они производятся по стандартам GMP. Показала ей на упаковке, что да, есть этот стандарт указан, и она была очень сильно удивлена. Говорит, у нас в аптеке нет лекарственных препаратов с таким стандартом качества. То есть это европейский стандарт, скажем, очень строгий, где контролируется и сырье, и производство, и контроль именно к сотрудникам, где производятся данные продукты, и готовой продукции. То есть очень высокий стандарт качества. И когда вы покупаете или применяете, пользуетесь, кушаете продукты Wellness, то вы можете быть абсолютно уверены в том, что вы покупаете продукцию очень высокого качества. Этот стандарт еще говорит о том, что это единый стандарт и нет двойных стандартов. То есть если вот эта упаковочка, вот эта баночка с той же омегой или витаминами, то вы можете абсолютно быть уверены, что точно такие же витамины, они и в Швеции, и в России, и на Украине, и везде, где работает компания Reclame. Ну, конечно, я очень люблю вот этот слайд, не могу его пропустить, потому что, ну, как бы вот встречается такое мнение, что шведская компания, вы здесь говорите, она такая хорошая, такая классная, а вот в Швеции о ней никто не слышал и никто не знает. Так вот, королева Швеции Сильвия, она пробует, тестирует коктейль, это коктейль Reclame. Так что, кто там не знает Швеции, но королева Швеции точно о компании Reclame знает. Ну, и сегодня более подробно, конечно, я остановлюсь на таком, не скажу, что уникальном продукте, но очень жизненно необходимом продукте, как омега-3. он выпускается у нас, его, вернее, приобрести в Reclame можно в двух таких видах, скажем так, в виде капсул. Это капсулы предлагаются для взрослых, и можно приобрести омегу-3 для детей. Она идет в жидкой форме. Ну, вот, как я говорила, очень часто мы путаем два понятия, омега-3 и рыбий жир. И вот сегодня постараемся разобраться, в чем разница и на что стоит обращать внимание. Ну, может быть, вы помните, ну, мне уже 40+, и я этой программе не застала, но моя мама, она помнит, что в 50-е, в 60-е годы была в Советском Союзе такая государственная программа, когда в детских садах детям давали в обязательном порядке омега, не омегу, а рыбий жир. И вот сейчас я я ей покупаю омегу, и в жидкой форме не могу ее просто уговорить, чтобы она принимала. Она принимает только в капсулах. Говорит, в детстве настолько вот как-то запомнился этот вкус рыбьего жира, говорит, нет, только в капсулах. Но на самом деле программа была очень классная, и, кстати, на сегодняшний день такая программа, она осталась в скандинавских странах, где отслеживают обязательный прием омега-3 детям в возрасте до 3 лет в обязательном порядке. Почему у нас отменили эту программу? Ну, с одной стороны, то, что моря уже, ну, скажем, не очень чистые, а в большей части омега-3 мы получаем с рыбьим жиром, и коль рыбку ловят в не очень чистых морях, то, конечно же, качество омега-3 уже не то, которое государство могло бы сказать с полной гарантией, что оно, вот данный, данный рыбий жир очищен хорошо от тяжелых металлов. Кстати, могу сказать, что вот рыбий жир, который предлагает компания Reflame, он проходит тройную очистку. Мало того, рыбка, с которой производят шведские вот омега-3, там берется всего лишь два вида рыб, и при том, это не техническая, вернее, не производственная рыба, когда вот вылавливается абсолютно вся, из всей рыбки берется именно рыбий жир. Так что у нас есть возможность пользоваться действительно очень качественным рыбьим жиром. В чем определяется качество омега-3? Кстати, ну, я не во всех аптеках ходила, только сегодня в одной, но, кстати, вот провизор так и не смогла мне объяснить, в чем разница рыбьего жира, который вот в нашей аптеке можно приобрести за 16 гривен, и есть рыбий жир, который стоит 137,93 гривна. Как правильно сделать свой выбор и как правильно выбрать тот продукт, который действительно будет приносить нам пользу, нам и нашим детям. Почему на рыбий жир, вот как вы видели сегодня ролик, да, в Америке на сегодняшний день рыбий жир считается лекарством. Омега-3 это незаменимые жирные кислоты, которые не синтезируются в нашем организме, и они должны обязательно поступать с продуктами питания. Омега-3 он содержится не только в рыбьем жире, он есть абсолютно во всех растительных маслах. Также в растительных маслах есть омега-6, омега-9, вот, но очень ценный из всех незаменимых жирных кислот именно омега-3, потому что именно вот с омега-3 формируются оболочки всех клеток нашего организма. 30% головного мозга это физическая составляющая омега-3. На 30% нервная система вот для того, чтобы клетки сформировались в нервной системе, они на 30% требуют содержания омега-3. Ну и, конечно же, очень сильно омега-3 влияет на наше зрение. И когда из какого возраста необходимо в рацион добавлять омега-3? Омегу надо принимать еще до рождения. То есть беременным женщинам, особенно в последние месяцы беременности необходимо принимать омегу-3, потому что именно в этот период формируется и нервная система, и сердечно-сосудистая система, и зрение именно в последние месяцы беременности. Поэтому в этот период очень важно женщинам принимать омега-3. К сожалению, наши врачи этого не отслеживают, но это очень важно. Ну, представьте, еще клетка только формируется, ей надо 30% для формирования мозга надо омега-3. и вот именно в этот период надо продуктами питания добавлять в рацион данный продукт, скажем так. Но не только во время беременности. Когда ребенок родился и уже с полугодовалого возраста рекомендуется давать уже омега-3. деткам, конечно, лучше давать в жидких формах. Ну, в принципе, в жидкой форме тот омега-3, который предлагает Арифлем, можно и принимать и взрослым. То есть нет такой принципиальной разницы, что вот это омега только для взрослых, а вот это только для детей. Когда мы выбираем, зачем еще надо нам омега-3? Это на 30% наличие или, скажем, сколько у нас в рационе мы принимаем с рационом омега-3, на что он влияет? Это на 30% влияет на наш интеллект. Что такое интеллект? Вот если брать детей, то если деткам не хватает на данный период омега-3, то знаете, как говорят, дети гиперактивные, им тяжело на чем-то одном сосредоточиться, у них тяжело на чем-то там сосредоточиться, и говорят, дети очень гиперактивные. вот это первый признак, который говорит о том, что в рацион обязательно надо добавить омега. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, сейчас довольно-таки часто можно встретить, когда детки поздно начинают разговаривать. Это не скажем, что такая патология, но одна из причин, которая может оказаться, это нехватка омега-3. И уже есть, по крайней мере, я знаю такие случаи, когда мама начинает давать детям вот наш рыбий жир, и дети буквально через месяц начинают намного лучше разговаривать. У меня в структуре есть женщина, которая своим деткам уже около года дает нашу омега-3, наш рыбий жир, и она сама заметила, что дети стали намного спокойнее, у нее их двое, они походки, вот разница, раньше с ними просто невозможно было куда-то выйти, разбегаются в разные стороны, собрать, это вообще было нереально. Сейчас она сама заметила, что дети поменялись, можно это связывать или нельзя, это то, что есть, это факт. на что еще влияет, если брать взрослых, вот если перепады настроений, если часто такие депрессивные состояния, сухость кожи, все это может быть одна из причин это нехватка в рационе омега-3. Вообще показания приема омега-3 спектр очень-очень широк. И может быть потому, что показаний очень много, может быть такая вот, знаете, где-то быть немножко такого сомнения, действительно ли это так. Но на самом деле, если есть боли в суставах, омега-3 очень хорошо снимает воспаление, и может, я не скажу, что это лекарство, и можно вылечить суставы, но облегчить и уменьшить боль, да. Какую дозировочку, я об этом скажу немножечко попозже. На что еще влияет омега-3? Она еще влияет на память. Это не значит, что если омегу не принимать, то будет склероз, но то, что значительно это улучшается память, да, это замечено. Вот я когда начала, ну маме предложила принимать наш велнаспек, в состав которого входит и омега, она пропила его где-то три месяца, я постоянно задавала вопрос, мам, ну как, ну как, ты чувствуешь результат или нет, так вот, одно из тех перемен, которые она для себя заметила, она говорит, ты знаешь, у меня улучшилась память, тут раньше, говорит, бывает, идешь, встречаешь знакомого, говорит, смотрю, ну знаю, имя вспомнить не могу, говорит, сейчас как-то именно сами собой всплывают в памяти, ничего не поменялось, не изменилось, она просто в рацион добавила велнаспек, в состав которого входит наш омега-3. Сосуды, очень хорошо омега-3, она и чистит сосуды, и укрепляет сосуды. Почему это важно, и я, когда об этом говорю, у меня дочка смеется, и говорит, мама, тебя послушаешь, это надо абсолютно всем. Конечно, это надо абсолютно всем, потому что сегодня у нас такова жизнь, что в свой рацион, замечаем мы это или не замечаем, нравится или нам не нравится, но в нашем рационе очень много добавилось трансжиров. поставьте плюсики те, кто любит кушать шоколадные конфеты. Кто кушает сегодня шоколадные конфеты? Поставьте, пожалуйста, плюсики, никто не кушает? Обожаю. Ну, я тоже обожаю шоколадные конфеты. Да, я их тоже кушаю, но сегодня во всех шоколадных конфетах посмотрите сколько трансжиров. Вот растительный жир это и есть трансжиры. Масло. Вот скажите, у вас в холодильниках есть масло, вы обращали какой процент жира? Вот если в вашем масле меньше чем 82% животного жира, значит вот этот процент это растительные жиры. Это опять же таки трансжиры. Я уже не говорю о вот этих спредах, маргаринах, это чистейшие трансжиры. Вот были праздники. Скажите, кто в магазинах покупал готовые тортики? Ну, скажите, это значит поставьте плюсики, пожалуйста, в чате. Ну, я признаюсь, да, мы пекли домашние, но часто ходили в гости, мы ходили в гости, к нам приходили в гости, ходили и приходили с магазинами, с тортиками, которые покупали в магазине. Я понимаю, что это не очень полезно, но это, знаете как, это традиции, это, от этого никак не уйти. Но, к сожалению, вот эти все кондитерские изделия, особенно вот крема, которые обильно украшены тортики, там очень много содержится трансжиров. Очень много трансжиров в различных чипсах. Детки кушают ваши чипсы? Сухарики, ну, в сухариках, вернее, не трансжиры. Хоть по большому счету, посмотрите, если вы будете читать различные оздоба, там тоже растительные жиры, вот эти трансжиры. Что они делают в нашем организме? Это заменитель, это заменитель жиров, животных жиров. И вот если животные жиры, они усваиваются, то трансжиры, они застывают точно так, как в блюдце на кухонном столике, понимаете? Поэтому, когда очень много принимать в своем рационе вот эти все жиры, они настолько забивают наши клетки, и мембрана клетки, она становится очень плохо проницаемая. И поэтому даже те обменные процессы, они хуже проходят. Отсюда мы набираем вес. Поэтому вот тем, кто хочет снизить вес, садится на различные там диетах и пытается сбросить вес, очень важно в рацион добавить незаменимых жирных кислот омега-3. Потому что уже доказано, что омега-3 влияет и участвует в углеводном обмене, и вот эти все процессы, они проходят быстрее. Почему? Потому что омега-3 делает мембрану клетки более проницаемой, и обменные процессы проходят быстрее. Сосуды, как меняются наши сосуды, когда мы в рацион добавляем очень много транжиров. Они становятся, знаете, как пластмасса на морозе, вот такими очень хрупкими. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто очень чувствует, как говорят, метеозависимый, когда меняется погода резко, потепление или похолодание. У кого бывают головные боли, поставьте, пожалуйста, плюсики. Бывает такое. Вот когда теряется эластичность сосудов, вот тогда человек становится метеозависимым. Когда вот бывает, что, знаете, вот говорят, сильно расстроился, да, или вот какая-то такая вот ситуация неприятная, да, разболелась голова. Вот это говорит о том, что уже сосуды теряют свою эластичность. Они не успевают перестроиться, когда меняется давление, когда меняется атмосферное давление, внутричерепное давление. Вот когда сосуд не успевает подстроиться, теряет свою эластичность, вот это уже первый признак того, что в рацион надо добавить омега-3. Потому что омега-3, незаменимые жирные кислоты, они чистят сосуды, они делают именно сосуды более эластичными, более гибкими. Вот отсюда и идет профилактика инсультов и инфарктов. Потому что что такое инсульт? Это когда человек расстроился, поднялось давление, сосуды хрупкие, кровоизлияние в мозг, вот это и есть инсульт. Если такое же кровоизлияние произошло в сердце, вот это инфаркт, вернее неправильно я сказала, когда идет закупорка крупных сосудов в сердце, нарушается кровообращение, ткани отмирают, образуется такой некроз в сердце, то есть кусочек мышцы сердца отмирает, потому что не поступает туда кровь из-за закупорки сосудов. Вот это инфаркт. И вот когда мы делаем сосуды эластичные, когда проходимость сосудов лучше, а именно омега-3 и улучшает состояние сосудов, вот это и есть профилактика и инфарктов, и инсультов. И теперь скажите, кому мы можем порекомендовать омега-3? Да, абсолютно всем. Почему сегодня детям отменили физкультуру и физическую нагрузку в школе? Не потому, что она не надо, а потому, что дети стали слабее и они просто не выдерживают этих нагрузок. Потому что сегодня уже у нас появились инсульты в 18-20 лет. Такого раньше вообще не было. Сегодня у детей уже инфаркты. Такого раньше не было, потому что в таком количестве транжиров питания тоже не было. Люди больше кушали натуральную еду и меньше было вот этих всех добавок в рационе. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание то, что кушаете, то, что входит в состав тех продуктов питания, которые покупаем для себя и для своих родных. Также еще омега-3 незаменимые жирные кислоты. Я уже говорила, что они участвуют в углеводном обмене, но они еще очень хорошо снижают уровень сахара и холестерина в крови. Поэтому прием омега-3 очень рекомендуется людям у которых есть проблема сахарного диабета. Как правильно и где взять вот эти незаменимые жирные кислоты? Да, они есть в продуктах питания, они есть и в яйцах, они есть в абсолютно всех растительных маслах, но не рафинированных, именно вот не очищенных, нормальных растительных маслах, но ни на одной банке растительного масла вы не увидите, что в 100 граммах масла содержится 0,25 миллиграмм омега-3 там 0,3 грамма омега-6 или омега-9. Просто указывается, что в этом масле в принципе есть омега-3. Но для того, чтобы мы почувствовали результат и для того, чтобы наш организм получил пользу от приема омега-3, очень важно знать дозировку. Потому что если вы внимательно смотрели ролик, который был в начале вебинара, Елена Малышева говорит, что очень важно придерживаться дозировки, иначе вы не получите пользу от приема омега-3. Поэтому рекомендуется, даже если мы в рацион добавляем, делаем салаты иногда с растительным маслом, даже если у вас в рационе есть яйца добавляйте, все равно этого недостаточно для недостаточно приема именно незаменимых жирных кислот омега-3. Омега-6 и омега-9 их надо совсем немного, поэтому в принципе с теми продуктами питания, которые мы получаем, их хватает. А вот в основном идет нехватка омега-3, потому что ну скажем в этом грубо говоря стройматериале нуждаются абсолютно все клетки. Поэтому минимальная дозировка, которую рекомендуют врачи во всем мире, это 300 миллиграмм минимум надо прием в суток 300 миллиграмм омега-3 для взрослых. если вы будете смотреть почему я сегодня кстати зашла в аптеку, потому что в аптеке можно купить рыбий жир, но ценность рыбьего жира заключается в наличии активного вещества омега-3. в инструкциях, которые прилагаются к абсолютно всем лекарствам и собственно говоря есть инструкция вот если вы приобретаете допустим wellness pack от Ariflame тоже в коробочке у нас есть инструкция где идет можно посмотреть состав наших витамин где можно посмотреть состав омега-3 и бьюти комплекса. Так вот когда вы будете читать инструкцию то обращайте внимание на наличие омега-3 она будет идти как незаменимые жирные кислоты они там идет очень длинное название поэтому она отмечается в процентном отношении вот если смотреть в нашей инструкции то написано что в одной капсуле 500 миллиграмм рыбьего жира содержится 18 и 12 процентов омега-3 то есть в одной капсуле там где 500 миллиграмм рыбьего жира 300 милли 150 в одной капсуле миллиграмм рыбьего жира ой договорилась в одной капсуле 150 миллиграмм омега-3 то есть в двух капсулах это 300 миллиграмм омега-3 это минимальная суточная доза омега-3 но могу вам сказать что если уже есть проблемы то есть если есть проблемы со зрением если очень сухая кожа или допустим есть угревые высыпания и надо решить вот эту проблему то рекомендуется увеличить это уже говорят терапевтическую дозу и взрослым рекомендуется в таких случаях прием минимум 600 миллиграмм то есть 4 капсулы если брать вот именно наш омега-3 так вот сегодня когда я зашла в аптеку я говорю вы знаете мне надо омега-3 что вы мне посоветуете вот и девушка говорит вам надо для взрослого или для ребенка я говорю а есть разница детские взрослые она говорит да нет ну вот у нас есть рыбий жир в жидкой форме и в капсулах есть в жидкой форме по 13 гривен и в капсулах по 23 гривен я говорю а можно посмотреть инструкцию так вот когда я посмотрела в инструкцию омега-3 там вообще не указано дозировка то есть это говорит о том что она там настолько минимальная что ее даже производитель не указывает еще бывает когда в рыбьем жире ставят там витамин А витамин Е витамин Е Д есть еще капсулированное длиное масло с различными витаминами ну скажем так вот этими капсулами отравиться нельзя но и особой пользы вы не получите потому что ценность масла ценность рыбьего жира заключается в наличии омега-3 если его там не указывается дозировка то его там просто нет или совсем маленькое количество вот мне я говорю вообще-то мне надо омега-3 рыбий жир но здесь вообще не указано есть ли омега-3 она предложила мне другого производителя и говорит ну вот это идет концентрированный рыбий жир вот это мне очень понравилось что рыбий жир еще бывает концентрированный и говорит вот в концентрированном там больше омега-3 и есть для взрослых нет не для взрослых она сказала для пожилых людей то есть там еще есть типа какой-то компонент который улучшает мозговое кровообращение вот склероза ну вот когда я посмотрела состав она говорит вот этих надо по одной капсуле они стоят 137 гривен на месяц и предложила другие тоже другого производителя за 93 гривна тоже по одной капсуле в день то есть одной упаковочке на месяц но когда я посмотрела там указан процентом соотношения омега-3 но в одной капсуле его было 130 миллиграмм то есть в любом случае одной капсулы не хватит а в другом было 200 миллиграмм омега-3 но это тоже недостаточно как суточная доза для взрослого человека для детей тем более вот поэтому когда вы будете покупать и хотите в рацион добавить омега-3 обращайте внимание на количество незаменимых жирных кислот в процентном отношении которые содержатся в рыбьем жире почему предлагают именно рыбий жир почему не различные масла хоть конечно если в рацион добавлять растительные масла это важно это полезно то самое большее содержание омега-3 это в рапсовом масле в конопляном масле ну и чуть меньше в леном масле но леное масло для того чтобы там был омега-3 очень важно чтобы это было свежее масло потому что ну как бы именно в леном оно почему-то очень быстро портится значит как правильно определить и на что обращать внимание я уже сказала так вот какие дозировочки и кому сколько надо то есть если ну как вы себя очень хорошо чувствуете нет метеозависимости то можно принимать по 2 капсулы каждый день можно принимать конечно курсами но наш организм не делает запасов не делает запасов ни витамин ни незаменимых жирных кислот а клеточки наши обновляются каждый день поэтому прием незаменимых жирных кислот надо каждый день если же есть проблемы если допустим уже есть проблема работы поджелудочной железы скажем сахарный диабет или проблема с сосудами вот метеозависимость то тогда конечно рекомендуется принимать по 600 миллиграмм взрослому человеку но здесь еще есть такая вот интересная поправочка уже не скажу только какой врач американский провел исследование и доказал что если принимать омега-3 с астаксантином а у нас в комплексе wellness pack идет именно такой прием когда мы принимаем и астаксантин и омега-3 то вот эти вот эти две добавочки они усиливают действия друг друга то есть когда вы принимаете в комплексе то действие омега-3 оно усиливается астаксантином поэтому если в комплексе то в принципе двух капсул достаточно деткам надо омега-3 больше потому что это растущий организм который требует больше незаменимых жирных кислот поэтому с полугода до 4 лет рекомендуется по 900 миллиграмм если давать деткам капсулы капсулах вот в наших то это 6 капсул но у нас для деток есть еще жидкая форма поэтому маленьким по пол чайной ложки а уже с 3-4 лет рекомендуется по одной чайной ложке это 120 ой не 120 1200 миллиграмм 1200 миллиграмм конечно в капсулах это будет дороговато вот а в жидкой форме это получается намного дешевле для того чтобы детки с удовольствием кушали омега-3 то очень важно как как начнется знакомство с омега-3 ну дети вообще по-разному относятся к рыбьему жиру он у нас идет со вкусом цитрусовых добавляется цитрусовое маслом для того чтобы детки лучше воспринимали охотнее кушали то очень важно начинать прием не сразу там с пол-ложки или с чайной ложки а можно давать понемножку то есть во время основного приема пищи на хлебушек немножко сначала несколько капелек добавить рыбьего жира и постепенно вот увеличивать дозировочку можно добавлять салатики для того чтобы детки привыкали к вкусу рыбьего жира ну вот допустим у нас коллега которая деткам своим дает омега-3 она говорит вообще у меня без проблем они любят рыбий жир и с удовольствием его пьют в жидкой форме для того чтобы это было доступно по цене детский омега-3 он у нас идет на Украине по 200 гривен наша цена дистрибьюторская это 164 гривна собственно говоря и взрослый по такой же цене только взрослый это с расчета на один месяц вот а детский омега-3 можно оформлять подписку по программе лояльный клиент и тогда это обойдется 164 гривна в месяц согласитесь очень доступная цена и кстати если взрослым а взрослым тоже можно принимать жидкую форму вот поэтому это вообще получится половину дешевле потому что взрослым достаточно дозировки это пол чайной ложки то есть это очень получается экономно очень практично и самое главное с пользой для здоровья в принципе вот это у меня вся информация по омега-3 если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста пишите их в чате сколько открытой детский можно хранить вообще желательно омега-3 хранить лучше в холодильнике но не больше двух месяцев вообще у нас все дозировочки срок годности на упаковках указаны вот там вот есть такая баночка открытая с крышечкой и там указано срок реализации с момента когда вы это открыли но лучше хранить в холодильнике и вы можете сами попробовать если вкус не изменился и нет горчинки то в принципе можно давать насколько хватит в жидкой форме для детей для детей на 21 день это если вы даете по одной чайной ложке все зависит какой возраст деток если детки до 4 лет ну еще зависит от физической ну как вот если есть детки которые маленькие такие вот ну маленькие да то это с 4 лет а есть детки которые ну физически такие вот ну как говорят выглядит немножко старше тогда можно с 3 лет с 3 лет давать по одной чайной ложке а с полугода до 3 6 лет 6 лет это 1 чайная ложка 1 чайная ложка в день и хватит это на 21 день от 1 упаковки в жидкой форме вы знаете я слышала такое вот высказывание когда вы получаете зарплату откладываете деньги на коммунальные услуги то сразу же откладываете деньги на омега-3 для всей семьи потому что это тот продукт который необходим абсолютно всем и детям и взрослым детям для развития для того чтобы они хорошо развивались для того чтобы у них была хорошая память для того чтобы они были творческие для того чтобы они мечтали для того чтобы они достигали больше своей жизни казалось бы причем здесь питание но на самом деле вы знаете американцы они вот такие они очень много проводят различных исследований даже там где мы бы не задумались они проводили такой эксперимент вообще хотели найти такую биохимическую формулу преступности влияет ли на преступность состояние крови скажем так и питание так вот они проводили исследование в тюрьме для несовершеннолетних и вот по результатам было замечено что у таких детей повышенное содержание сахара в крови и очень мало омега-3 казалось бы поэтому для того чтобы у нас не было депрессии а дети были счастливые веселые добавляйте в рацион омега-3 вот Вера пишет что она своему ребенку омегу-3 дает с 5 месяцев это вы знаете такой ребенок когда она заходит к нам в офис но это как солнышко всегда улыбается всегда ну в общем пускай растет здоровенький спасибо девочки за внимание если нет вопросов тогда до следующей встречи желаю всем крепкого здоровья вам и вашим родным спасибо Продолжение следует...